Ну, кстати говоря, Жека из тех людей, кто достаточно шустро ездит вообще, в принципе. Да, я не люблю куполы. Экономят консервы. Понятно. Мы на парковке в Ашане, в Красноярске. Кто бы мог подумать просто-напросто. Это тачка Бро, пацаны. Это Бро, которого зовут Жека Евгений. Работает дизжакеем, и мы с ним знакомы, наверное, лет 10 уже. Ой, не напоминает ли такие цифры, пожалуйста? Где-то годы с 12-го. Это Саша Магиря, который балансер. Алло, Саша. Да, я все получил, мы съемку снимаем. Да, есть. Там по наркотикам. Какие-то запчасти надо ему забрать. Блядь. Как его? На снегу, блядь, когда ездит. Короче. У Жеки, это, кстати говоря, уже второй супарик. Второй форик. Первый у него был самый первый, который с 27-го года пошел. Такой еще квадратный. Что ты за него отдал? 525. Вот, ну, да. Бой диванные эксперты. Вот у него и обед. Двушка на автомате, ничего особенного. Ну, типа, если, конечно, есть желание, можно сзади купить эти три буквы, так, сти написать. Нет, для кросс-порта есть. Кросс-порта же есть? Да, вы поняли? Все просто сумма. Нет, ну это нет, это нормально, это не заколхоженное. Это комплектация, она пониже обычного форика. Все. И все, да, судя? Просто? А, ну и кресла другие, там, более спортивные какие-то. С поддержкой, типа? Да, да, да. Они сидели, хули, с болгаркой, блядь, напротив машины. И говорят, вот я сама, вот с ней газу, пили, нахуй. Кросс-порт там, готов. Просто удобная машина, полный привод. Я не перевариваю после того, как я купил себе первого форика. Я не воспринимаю ни передний привод. На заднем ни разу не ездил. Ну, блядь, со светофора ты трогаешься, газ в пол, и у тебя машина едет зимой. А смотришь, когда передний привод не пробуксовывает, а ты едешь уже вон, башешь. Понятно все. Перед тем, как мы поехали, Евгений заглянул, проверил уровень масла, и все в порядке. Что для этой машины, блядь, очень подозрительным является. Я просто залил перед твоим приводом. Ты хоть типа выебнулся, опа. Слушай, ну, я тебе что хочу сказать? Ну, да, а это обвесы такие родные? Какие обвесы? Ну, есть же пороги какие-то типа, да? Не, ну он бодренький. Ты что, какие обвесы? Ты что, ослеп что ли, нахуй? Это не обвесы. Ну, это же пороги. Вроде бы говорят, что он вообще весь в родной краске. Дал бог оператора, блядь, вылюбывается сейчас. Можно сразу попонять по морде. Типа скольчики, там сразу металь. А там обычно бах, потом шпакля по шлаху, или вот так. Оказывается, Тарас Билл, у него четверти наваренная, блядь, вообще вот это вот все. В чем у тебя столько уже? В чем больше года? В декабре или в ноябре. Что-нибудь глобальное делал? Нет, записано все, а так же. Записано все. Я записан. Книжка у тебя? Прикинь, остались эти ответственные водители, которые когда машину потом будут продавать, могут тебе рассказать вообще. Самое ебанное, что я не записываю цены. Блокнотик? Нифига себе. Ватный здесь 17, чип, чип. Не, ну в принципе такого ничего слишком дорогого у меня не было. Ну не знаю, там менял. Там, ну все в основном расходники такие. А, самое дорогое, то что я покупал, это эти, бронепровода, я отдал за них. Четыре провода. А, я помню, мы с тобой еще разговаривали, когда он строится работа. А, да-да-да. Что за бронепровода? Короче, ну на свечке, которая в этом вставляется. А че так много? Яша хрип. Ну, я тоже. Я подумал, что езжу всегда в красной зоне. Ну типа да, я заметил. Это че, 95-го? Просто как бы диджеи, они такие люди. Да-да-да-да-да-да. Кстати, у нас на обзоре второй Субарь, Тачка Бро и опять диджей. Да-да-да. У вас какая-то секта? Фиеста, фиеста был. Мне кажется, выдают, понял? Работаешь 6 лет диджеем по контракту, потом тебе опа, Субарь. Работаешь 7-8, потом хуяк ты карп. И пиздец. Первый раз снимаем со второго дубля, пацаны, типа. Бля, он че бествоечный? Ни-фига. Обожаю прям. Не, на самом деле красиво. Всегда хотел бы хотя бы одну бествоечную машину увидеть. И вот она. Рассказываю быструю историю, как я один раз чуть не умер из-за такой машины. Был у меня чайник в 70. А, 81-я бутля, короче. Он тоже бествоечный. Я подъехал в гаражу, а у меня подвал открыт. Ну типа, дверь открываешь, и сразу, блядь, дырка туда. А я только-только его купил, короче. Я подъезжал, окно опущенное было. Ну и я такой, блядь, по привычке, думаю, что здесь стойка. Думаю, я сейчас, куле, дверь открыта. Я за нее вот так возьмусь и, опа, переступлю. И я понял, что это стекло опущенное, такой, хоп-хоп-хоп. И туда просто, в эту яму, как уебался. Думаю, вот это, конечно, поворот, блядь, какой интересный. Самое время посмотреть на эти красавки. Я думаю, все просто знают, что смотри, максимально пиздано звучат. Слушай, ну тут, конечно, это образцово-показательно. Несмотря на то, что Жека живет в экологически-грязном районе, это центр. В экологически-грязном регионе он живет, блядь. Слушай, ну выглядит это, конечно, все целостно очень. Сейчас, блядь, включим Максима Шелкова, ну проверим. Какого еще надо? Что ты смотришь этих людей, я не понимаю. Не, слушай, тут, короче, вообще ничего не снимали. Ну да. Тут прямо видно, что оно, вон, железячка прям все. И телик даже ровный. Это вообще пиздец для Соболя интересно. Да, слушай, ну, сухенько, красивенько. А Собюхи складываются в ровный пол? Не в ровный, но складываются. Ну, как бы, ну, там получается почти ровный пол. Почему это так получается? Это никак не снимается. Ты никогда бы не пробовал это вытащить? Блядь, я вообще не знал, что они есть. Что-то вообще типа багажник получается. Ну, это не багажник, мне кажется, для аэродинамики. Ну, нифига себе. Стандартное масло, если оно вдруг закончится. Ну, типа да, это первое, что ты должен открыть. Здесь все может быть завалено, очень укомплектовано, четко, но масло всегда стоит рядом. Вот, я вообще не думаю, что у него отсек в моторе прям не сделали, знаешь, такой маленький. Рядом, рядом такой. И все, ты просто туда шланг забихиваешь, он постоянно перетекает. Канистры меняешь. Я даже заливать не надо. Контролька у тебя загорается, ты хуяк, знаешь, надворники. Щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик-щик. Раз, масло, да, литр далили. Сзади места немного, зато в багажнике много. Может быть, это автомобиль для японских дачников? Да я... Какая Forrester, это лесник переводится. А-а-а. Ну, только леса у них в Японии нет, нихуя. У тебя есть хоть в одной машине один зашутер? Да, конечно, я в себе ложу. Серьезно? Это прям, блядь, первое правило, потому что у меня как-то раз, блядь, горело. Ну, а так получилось, что ты купил тачку, в которой, блядь, были китайские какие-нибудь блоки розжига, чего-нибудь, откуда-нибудь, как-нибудь, нахуй. У тебя нет огнетушителя, ты просто стоишь, блядь, лето, жара, солнышко. Поехал по луже по какой-нибудь, блядь. Поехал на шашлыки и все, и просто, да, и пожарил в итоге мясо над тачкой у себя, блядь. А, блядь, это важно. Традиционная рубрика «Садимся сзади». Субару Форестер – один из тех автомобилей, где сзади очень приятная посадка. Широко распахнутые двери позволяют вам прекрасно проникнуть в салон автомобиля. Высокий потолок позволяет вам не удариться об него головой. И если вы присаживаетесь, то ваше колено не пролазит дальше, и вам приходится ютиться вот так. Но, если все-таки тебе удалось расположиться, здесь очень комфортно, здесь прям хорошо. Ну, нет никакого органайзера, понимаешь, чтобы что-то спрятать, и этот ебучий ремешок упирается просто тебе вот в правую булку. Ручка расположена так, что, блядь, при любом повороте ты разъебываешь себе високо в нее. Но здесь удобно. Нравится мне очень. Моя любимая рубрика «Садимся сзади». Всем советую всегда, вот перед тем, как машину покупать, это же очень важно. Ты же, блядь, очень часто сидишь в своей машине сзади. Ты же прям, блядь, с утра выходишь сначала сзади, посидел, привык к ней. Потом только пересаживаешься сзади. Ну, а типа обеспокоиться о своих друзьях, которые сзади едут, ехать будет нельзя? Ждите нахуй, блядь, да. Эти у ебки как-нибудь посидят, уже знаете ли, нахуй. Короче, удобненько. А, он пищит, если ты не пристегнул? Сказка. Это, говорит, охуенная машина. Заебись, ты дворник задненький вплетел. А, да? А, блядь, это же правый руль, ебаная жизнь. Все, свет есть. Это традиционная ошибка, я же говорил. Тут красная зона, фиолетовая зона, видимо, для девочек. Оранжевая, зеленая. Мы стояли вообще в хуй, пойми, какой в желтой, кажется. Понятно. Выезд, вон, написано, видишь? Так, ну что, куда мы держим путь? Давай до Арены Север доедем, а? Неплохо, да. До Арены Север? Да, я там возьму кое-что и поедем в центр. Ну вот, слышишь? Это просто пизда подвески. Не, ну как бы, да, тут она еще проклеена вся. И так все слышно. Прямо изоляция просто... Говно. Да. Серьезно, блядь. Так вот у нас в 100 метров друг от друга лента конкурирует с Ашаном. Это вообще-то покров Skyman. Слушай, посадка пиздец высокая. Не, серьезно? Прям очень высоко. Ты чувствуешь себя высоко? Ну, это явно выше, чем седан, очевидно. То есть, ну, что-то среднее между седаном и уже как бы внедорожником. А обычный Флорест, он еще выше. Еще повыше, да. Но я говорю, тут здесь именно, знаешь, обычно ты садишься и чуть-чуть проваливаешься вот так в салон. А здесь ты просто сел, короче, и, блядь, ты сразу так, как на газели. Жека, как по трассе себя ощущаешь на этой машине? Нормально. Ну, все равно, нет, после 120 страшновато становится. До 120 все уверенно, а потом... А потом что? Побоеваться начинаешь. Типа его маленько начинает, да? Че ты сколько максимум на нем проезжал за раз? А, с Горно-Алтайска до Красноярска. 1200 километров, 14 часов мне заняло. Ну, нормально, вообще нормально. В одного. Да. Ну, я прям охуел, конечно, максималочно. Максималочно. Точка, ну, такая традиционная японская панелька. Аварийка, пиздец. Вот это. Это не аварийка. Не аварийка, а что это? Это габаритные огни. Ладно. Тогда они тоже хуево расположены. Вот слышишь, как сзади... Не, это просто хуерга валяет. Там масло притчет. Какая-то хуерга. Пацаны, цепляем новое слово. Подогревы жопки есть. Ага. Сидушки электрические. У водителя, да? У водителя, да. У водителя только. Пожалуйста, непосредственно к моему офису. Можем подъехать? А не к центральному входу. Конечно. Так и поступим. А, я понял. Вы, короче, катайтесь по своим делам. Мы типа блог снимаем. Я понял. По сути дела, так. Юбанаврота, что с потолком-то? Почему он? Жека, я... А, нет. Что-то, блядь, такое. Ну, а нахуй, знаешь, если все... Ну, он нахуй не нужен. Ну, потолок, он как бы есть, и это заебись. Удобно, согласен. А что желтенького только горит? Это авторегулировка фар. Юб твою мать. Судя по тому, что морда целая, она еще и работает. Вон, покажи. Ну, да, она работает, только там есть каретка сзади, которая стоит. Она забивается пылью и пизда и наступает. Ну, понятно. Ну, и все, и вот она горит. Слушай, а у нас вот друг взял тоже машину с Японии. Тоже у него японская магнитола. Разобраться с ней не можешь. Ты разобрался, да? Как бы все играет, все комфортно, не стал менять? Да, только я вначале излазил весь интернет, потому что нихуя на эти модели нету. Либо оно все на японском, непереводимое. Да, непереводимое, даже не адаптируют их. Да, да. Я просто взял из какого-то обычного магнитофона там. У меня AUX пропал, когда скидываешь крем, и пропадает AUX. Нахуя мне сделали это, я не понял. Я думал, я буду ездить всегда, без AUX. И методом тыка, короче, я посмотрел у какого-то магнитофона похожего, как это все работает. И методом тыка я нашел в плече AUX. Ну, второй раз я уже... Больше не стал, да? И теперь клеммы я просто не скидываю. Слушай, тут коробка, конечно, интересная. Она и Tiptronic, и типа здесь еще и третья, вторая, первая есть. Зачем мы тут? Непонятно. Вообще абсолютно. Ну, типа видишь, первая, вторая, третья. И еще Tiptronic. Свободно, что ли? Сука. Все нормально? Ты что, ни разу не видел, как люди чихают? Вот так, ебаном, я. Все, нахуй, сдохну, что с тобой будет, блядь? Буду вот так снимать, блядь, ездить. Что теперь делать? Да, такое дело, блядь. Да пошел ты, нахуй. Слушай, гигантские абсолютно зеркала. Просто очень большие. Это прям удобно. О, светофор поставили. Что это они? Не знаю, что они придумали. Это чтобы было больше времени, гастарбайтеров рассмотреть. Жек меня разъебал, говорит, я чувствую, говорит, через пару лет диджеи, говорит, с ведущими будут так же стоять. И там подъезжает, брючок на УАЗе, говорит, юбилей в Назарова у тети Гали. Он все забирает диджея, потом вы ищите ведущего. Какой нормальный? Ну я вот с этим работал. Вот с этим работал. Что они берут, да? Дидиджей здесь, да, а ведущий через дорогу. Подача. Разграничением было. Да, для тех, кто не понял, у нас здесь просто место, где стоят разного рода выходцы из Средней Азии и снимаются на поработке. Ебать ты толерантный нахуй. Выходцы из Средней Азии. А как еще? Не вынуждайте, пожалуйста. А ты свечи давно менял? Да. Чувствую, чувствую, что... Не, прикольно. Руль, кстати, такой достаточно тяжеленький. А это, я думал, что это звук прибавлять. Кнопки. А оказалось, что это переключать скорости, да. Ну вот сейчас мы на понижайку. Хоп, вторая. Хоп, первая. Все, и на первую поехали шагать, блядь. Мне нравится такой традиционный субариковский свист, блядь. Нет, я не знаю, откуда он. Это прикольная такая хуйня. Ну, как бы, по идее, такого не должно быть. Вообще да. Но это прикольно. Ну, каждая субару хочет свистеть, понимаешь? Ну, плюс охуенный в том, что она не пищит, когда ты не пристегнутый. Но, пацаны, пристегивайтесь. Я просто плохо себя чувствую. И в каждый момент мне можно будет выйти подышать воздухом резко. Вдруг что? У меня астма, да. А ты-то вчера что-нибудь спал? Ты футбол смотрел вчера? Я футбол... Это ты называешь, блядь, футболом. Вириан, подача, штрафную площадь, удар, поворот. Это Макетфиев снова выручает, а дальше добивание и счет в этом матче открыл. А что, как футбол? Короче, могу сказать только одно. Капелла, снимай мусы, снимай усы, мы тебя узнали, блядь. Итак, внимание, Игорь! Нет. Вчера даже Артем Касатонов, футбольный аналитик по совместительству наш друг. Такой поебать нигарит давненько я не видел. От одного ушел, от второго ушел. Мимо третьего мяч пробросил, но это просто красота. Что тебе в этом автомобиле больше всего нравится? Так, полный привод, высокий клиренс. Ну, вместительный он. Ну, как бы вместительный. Что больше всего раздражает? Раздражает расход бензина. Ну, с этим можно бороться как-то, потому что что-то у тебя какой-то несусветный. Ну, я вот так вот, блядь, почему нельзя было вот из такой мякушки сделать всю панель? Потому что это не автомобиль представительского класса, или как это называется. Это тоже требуешь от японцев чудес. Пятихатку, блядь. Ну, так это деньги маленькие для людей, не из нашей страны. Ну, типа да. Главное сохранять оптимизм пацаны всегда. Ну, да, что-то мы где-то подзатерты, где-то подзамылили, но 13 лет, блядь, тачки. Хотя, в принципе, перешить руль и сделать химку, и будет как Ноби. По крайней мере, внешне-то она выглядит вообще бомбически. Электропривод водительского сидения. Прикольная штука. Но я не люблю ждать, типа, знаешь. Она классная, все, она там шевелится вниз, там можно опуститься вверх, поднять. Под поддержкой здесь под коленки тоже, короче, есть под ноги. Ну, это долго. Ну, типа, ты же, прикинь сейчас, собрался трахаться вот-вот. Вот, блядь, выброскарик. А на уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу.. Ухххх крыть все вы уже ебетесь туда согласись я смотри кстати ложек это вот год 2003 до кстати вот чего-чего афориков у нас городе много-много машина очень популярна но видишь она поэтому популярна потому что но кстати вот в этом кузове немного вот в основном как вот в том кузове но они дешевые а мне нравится там по у нас все обзоры где мне все нравится на получается тогда это шляпа на самом деле все все офигенно мне очень нравится дизайн в первую очередь дизайн согласен мощность мотора я ценить не могу что я по трассе на нем не ездил ну вот то что сзади гремит когда вот такая дорога как сейчас перед нами это явный единственный минус в остальном эта машина за свои деньги и своего года она как бы полностью но потому что еще таких банках если все убрать то будет тихо как бы да я не шумно но потише ну там если ограничитель снять он попрет блять вот эти вот сейчас начнутся собой истории субаристов да у меня просто турбина не настроена пока а дима привет всегда надо вот так вот делать попросился заехал но не с некоторыми людьми то не работает потому что они хули воду да тоже часто такие женщинки он даже когда поворачивает хули вот так делается не смотрит никуда это что-то с чем-то александр могиле 200 метров на светофоре поверните направо я для дебилов уже прям сделано больше на светофоре да да вот сейчас руль вправо это где у тебя часы и блять сейчас вам здесь дадут пил бензин и масло как слабоумие отвага блять понятно что тут 22 ёпта мы чё в ралли участвуем или чё вот это реклама похудей вместе с жеками прокатись по городу 50 километров и 2 килограмма как не бывало нас городе есть первая в мире фейковая девочка которая фейково стоит на переходе знаешь как ставят на трассе кишников а но только там на переходном переходе висит девочка с рюкзачком серьезно это где-то же был получается кастинг ну типа на сайте гбдд знаешь там скидывайте ага а а вот девочки будет рассказывать в передаче пусть говорят знаешь Типа, ну я до 13 лет хорошо жила, а потом у меня настигла популярность, я начала висеть на всех светофорах страны, потом начала пить, меня начали узнавать водители, особенно дальнобойщики, особенно сзади. Что ты там для Сашки-то купил? Кулачки на вариатор. На снегоход? Да. Сашка охотник. Слушай, там такой магаз, конечно, вообще просто пиздец. Самый дешевый 780 тысяч стоит, квадрик. Да ты че? Самый нищебродский вообще. Ну а типа знаешь, там стоит слева такой желтый, неприметный, там что-то 950, написано можно в кредит? Я думаю, а как еще, блядь? Ну типа серьезно? Мы приехали тут на тачке за пятихатку, блядь, купили кулачки вот такие маленькие, малюсенькие за полторушку. Конечно, только в кредит его покупать. А аналогов за пятихатку 2005 года? Да, с фон наприводом чуть побольше клиренс. Вообще ничего. Нет, есть рафчики еще. Нет, ну понятно, раф церва, блядь, финик 35-ый. Но финик, ну я его вообще никогда себе не взял. Почему? Не знаю. Какая-то вообще деревянная машина. Уника же был финик, он повардом как покупал. Да, да, да. Там расход начинался от 20, блядь, 98-го. Ну, пока было, блядь. Это если вообще вот с горки катиться на нейтралке, блядь. Ну, да. Да, да. В принципе, аналоги-то есть, но они на самом деле ровно настолько же дубовые, насколько дубов форик. Ну, цервуха тоже весь, блядь, колотушка. Хотя цервуха, пожалуй, чуть помягче будет. Ну, вот смотри, вот он начинает ехать только после четырех. Ну, вот он до четырех такой вялый-вялый, вот четыре тысячи, четыре с половиной. Ну, тоже, когда как, он у него от настроения зависит. Он как телка, иногда хочу, еду, хочу, не еду. Типа перед тем, как ехать, иногда свози меня на мойку, да, поменяй мне масло, блядь. Тогда, может быть, я поеду. Да, да, да. Сегодня у меня голова болит, там. Масляное голодание, которое... Да, 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 кислород не поступает. Вытащи, вытащи. Ну, вот это вот такое. Мужики, если кто-то шарит, что свистит, расскажите, что это такое. Стильный, стильный, красивый, красивый. Высокий, да, для того, чтобы можно было спокойно подъехать к бордюрчику. Вообще идеально подходит. Зимой заскочить где-то на какой-нибудь большой сугроб. Тоже, да. Вместительный, вместительный. Более-менее шустрый, шустрый. По минусам, это только двойные расходы на подвеску, потому что полный привод. Потому что он громкий, ну, как и все универсалы. Также пожилые, если их так можно назвать. И он такой, знаешь, не самый стандартный, по крайней мере, из всех фориков. Кузов мне больше всего нравится. Потому что самый первый, он какой-то ублюдочный, какой-то корявый, знаешь, типа работяга такая, как Nissan Vingro от какой-нибудь. Второй пободрее, но особо ни хуя не поменялось. Третий, четвертый. Вот это вот интересно. Это уже похоже на машину, которая стоит пятихатку. А вон та машина, вот обрати внимание, вон там он. Видишь? Вот эта вот серебристая, ага такая. Ну, все поняли о какой я говорю. Но там машина ни хуя пятихатку не стоит, стоит дороже. Ну, мы на ней сделаем обзор потом. Думаешь, они доживут до этого момента? Найти будет целую практически невозможно. Вот если бы, конечно, был он турбовый. Или хотя бы двух с половинчатый. То тогда он жрал бы 32, да, блядь? Ну, тогда типа да. Он бы, конечно, не кушал побольше, но на нем было бы еще и повеселее двигаться. Жека говорит, что вообще его ни разу еще не впиздячивал ни в какой. Даже минимальный оффрод, хотя на первом ты раздавал периодически. На этом даже, ну типа его жалко. Ну, Жека говорит, что не жалко, типа купил и пользуйся. Но можно сказать, что он ежедневно ездит по оффроуду, потому что с нашими дорогами, типа, знаешь, не столько много шестерок и семерок по городу катается, как Subaru Forester. Ну, это понятно. Это специфика региона, скорее, чем остальное. Спасибо тебе, Жека, за предоставленную возможность. Рады были с тобой встретиться. Ебой! А тачка бро, это еще и повод встретиться со старыми добрыми друзьями и товарищами. Купишь новую машину? Мы тебя ждем. Надо будет продать или еще что-нибудь, я тоже тебе помогу. Все, давай, Жека, своди, чтобы все охуенно было. Все, давайте, пацаны, всем отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok